...грузовикам, для которых планируют ввести запрет на въезд. Да, вот видишь, какие молодцы. Так что там тоже будет платония морда, да, из Польши. Платония морда. Теперь я понял, как здесь, в России, не пускают польские грузовики, а это ответ. Я, правда, не знал, что польские грузовики сюда не пускают. Оказывается, видишь, платония морда тут давно уже. Почти полтысячи старых зданий предстоит снести с помощью взрывов на центральном ядерном полигоне на Новой Земле. В ходе экологической уборки в Арктике заявил представитель 12-го главного управления Минобороны РФ полковник Козлов. Да, представляешь, вот чего у людей в голове, я не понимаю. Тут все у них рушится, денег нет, они затеяли уборку в Арктике тех домиков, которые там стоят уже тысячу лет. Их там 426 зданий. И собираются они оттуда вывести 20 тысяч тонн металлического лома, который, конечно, украдут. И еще украдут на этом деле огромные деньги, просто колоссальные деньги украдут. И скажут, что они там с экологией все сделали хорошо. А ты думаешь, они с экологией сделают все хорошо? У меня, знаете, какой основной такой сейчас пунктик, что украдут, все распилят. Все эти программы утверждаются до 2025 года. Вот видишь, что 2025 год, все, ребят, за 10 лет они точно ничего не сделают. Нет, они не планируют, они понимают, что в 2025 году никого не будет. Конечно, ты прав. Но с точки зрения экологии, как ты думаешь, что будет там? Срачник будет. А почему, знаешь? Навезут, будут имитировать бурную деятельность. Самое главное – это ядерный полигон. Там бешеная радиоактивность, страшная радиоактивность. Все эти дома, все, что там есть, все заражено. Они сейчас их будут взрывать, как они говорят. И вся эта радиоактивная пыль будет вылетать в атмосферу в Арктике, где вообще никуда не исчезает. Вот почему оленя мясом нельзя есть? Потому что все там заражено. Они едят ягель, который накапливает радиоактивность. А сейчас вот этот вот самый смак. Представляешь, что все, что было низкорадиоактивным, или короткий срок был, полураспад, оно все исчезло, этого ничего нет. Там осталось только все самое ядреное. Они сейчас это бабахнут, это все вылетит, все это разнесет по океану, на льдинах, воздухом и так далее. И будет полная там жопа. Просто экологическая катастрофа будет. Я это могу вот просто забиться с кем угодно, но для того, чтобы украсть денег, надо вот это сделать. Это кому в голову пришло взрывать на ядерном полигоне? У них что с головой там беда. Если там как-то что-то надо сносить, то это киркой, лопатой. Взрывать ничего нельзя. Они туда привезли... Сколько они туда привезли? Был сформирован отряд ликвидации экологического ущерба численностью более сотни военнослужащих. Они там давали какое количество взрывчатки, какой, 30 тонн инженерных боеприпасов и взрывчатых веществ, 30 тонн навезли туда. Можете себе представить, что они там... Ну вот в 16-м году планируют вывести 2000 тонн лома металлов, рекультируют 11,5 гектаров территории и утилизируют 149 зданий и сооружений. Этот лом весь будет фонить. Они его отправят все в печку, куда их самих надо, конечно, отправлять. После этого уменьшится радиоактивность. Они его смешают, этот металл с другим металлом, грубо говоря, разбавят. Добьются, ну, удобоваримой, так сказать, радиоактивности. А потом изготовят из этого посуду. Ложки изготовят, как он из чернобыльского металла. И мы будем этими ложками жрать. Молодцы еще. 5 баллов. Маслозавод в Балакове за гибель четырех работников оштрафовали на 3 миллиона 600 тысяч рублей. Да, ну, понятно, чей это завод. Понятно, что откупились таким вот штрафом, что, видите, там оштрафовали и так далее. Непонятно другое. Четыре работника погибло. Сведений этих не было. Два было. Два было, я помню. Было вначале не одного. Потом один, сказали, умер. Хотя он погиб непосредственно там, это мы знаем. Потом второй умер. Потом тишина, а теперь, оказывается, погибло четыре работника. Нормально? Было два, вот еще совсем недавно. Да, последняя информация, которая в СМИ. Так что, как-то, как-то вот все так странненько. Вроде в информационном мире живем, и тут такие новости узнаем. Следственный комитет. Мать избившего ребенка в магазине поставлена на учет. У-у-у.